Несколько лет назад в Государственной Третьяковской галереи была выставка, юбилейная выставка картин Константина Алексеевича Коровина. Там показывали видеофильм, где рассказывали о сохранившемся доме в селе Охотино. Меня это очень удивило. Я совершенно не слышал, не знал об этом доме и посмотрел, где же находится этот дом. Находится, оказывается, в Ярославской области, около станции Итларь, на берегу реки Нерль. Не той Нерлей, которая протекает в Владимирской области, а тут есть еще другая Нерль. И узнал очень интересную историю. Когда я посмотрел, что этот дом сохранился, мне очень захотелось его посетить. И вот незадолго до сегодняшней поездки, зимним днем, накануне Нового года, я узнал, что, оказывается, этот дом не только сохранился, реставрирован, но и в прошлом году здесь был открыт музей. Музей дачи Константина Коровина. Я задался целью сюда приехать, меня это очень заинтересовало. И вот мое желание осуществилось. Я приехал в это очень красивое место, в такой погожий, типично зимний, как на картинке, день. С моими любимыми, вот этими пушистыми, засыпанными снегами еле, все время вспоминаются еще детские новогодние открытки. Какие же они были красивые, есть ли они сейчас. И вот, посмотрев фото-выставку о Константине Коровине, о том, как он здесь жил, с своими друзьями, прежде всего, с Федором Шаляпиным и Валентином Серовым. Кстати, у Федора Шаляпина здесь недалеко тоже была дача. А сейчас это глухое достаточно место, тихое, спокойное, но необыкновенно красивое. Здесь вот как раз внизу протекает речка Нерли, Коровин. Будучи большим любителем рыбной ловли, здесь постоянно удил. Все эти удочки, крючки потом перевез во Францию, в Париж. А дом чудом сохранился. У меня просто было такое откровение, что этот дом уцелел. И мне очень хотелось его посмотреть. Кстати говоря, вот эта терраска, застекленная часть, она запечатлена на очень многих картинах. Сразу вспоминаются его картины при вечернем свете. Сидящая дама с гитарами, с красивыми вазами и, прежде всего, с любимыми его творчествами, роскошными совершенно, розовыми кустами. Вот сейчас я наконец-то приехал сюда и надеюсь посетить дом-музей Константина Коровина. Конечно, у каждого свои пристрастия, свои художественные вкусы, но мне всегда очень нравился этот художник. Много картин его в Третьяковской галерее, как мы знаем, и очень большое собрание здесь, в Ярославле, в Ярославском художественном музее. Роскошная картина, которую он писал и до революции, которую он уже писал в Париже. Но всегда мысленно возвращался вот именно сюда, в этот дом Охотина, что неоднократно можно увидеть, не прочитать в книге его воспоминаний, написанных незурядным литературным языком. Мало того, в этом доме обещается еще чайпитие самоваром. Так что я в предвкушении удивительных, новых, таких для меня совершенно, казалось бы, нежданных, негаданных впечатлений. Ровно год здесь существует музей. Вот посмотрим сейчас, что здесь было сделано.